Командор, новость, которая всех заинтересовала – арестовали целую команду гаишников во главе с их начальником. В Ставрополье. В Ставрополье. Что это за беспредел? Ну, ты посмотрел ролик, где там дом показывают. Да-да-да. Показали очень дорогой дом, дорогие машины. Откуда у государственного служащего такие деньги? На мой взгляд, и не только на мой, государственный служащий получает у государства зарплату. Например, если он занимает высокую должность, ну, скажем, 100 тысяч рублей, а потом он эти деньги тратит. Оно должно как-то совпадать – заработанное с потраченным. Глядя на такой дом, я не оценщик домов, но видно, что очень и очень дорого, начиная от забора и заканчивая отделкой интерьера. На входе автомобили стоят один, если я правильно понял, это новый X6 BMW, миллионов за 8, наверное, откуда деньги? Хотелось бы поинтересоваться у государственного служащего, вот на это откуда деньги? Ну, естественно, не с зарплаты. Зарплата не может вот это вот покрывать, физически не может. Откуда деньги? И дальше что? Вот этот дом строили, ну, не менее трёх лет, я тебе так… У меня есть некоторый опыт строительства дома, не менее трёх лет. Там вокруг люди смотрят. Они все знают, кто это такой, и все видят, сколько это примерно стоит. Я тебя уверяю, там, где он живёт, там нет бедноты какой-нибудь. Это отдельный район, где живут состоятельные люди. Их тоже, кстати, было бы неплохо проверить на предмет, откуда деньги. Правда, получится страшнее, чем в 1937 году, ну да ладно. И вот гражданин, занимая государственную должность, строит себе вот такие хоромы, ездит вот на таком автомобиле. Я не сомневаюсь, что он, например, на работу на нём ездит. Все это видят, все абсолютно, а вот это управление собственной безопасности, которые должны смотреть за подобными вещами. Ты помнишь такого полковника Захарченко, который вместе с женой поехал в Нью-Йорк и там со своей кредитной карты потратил 150 тысяч долларов? Это у вас постфактум выясняется, да, это вы вчера узнали. Вот когда он ездил в Нью-Йорк и там тратил деньги, вы за своими сотрудниками не следите вообще, откуда у него берутся 150 тысяч долларов, где они их тратят в Нью-Йорке. Наш полицейский в Нью-Йорках тратит 150 тысяч долларов. И это вас ничего не интересует, т.е. когда подобные вещи вылезают постфактум, это даже как-то не смешно. Не может государственный служащий построить себе такой дом и ездить на таких машинах. И это ещё, как ты всегда говоришь, мы ещё не видели автомобиль жены, автомобили детей, где живут папа, мама, бабушка, дедушка. Ну и было бы интересно посмотреть, а кто в этом районе живёт вокруг. Остальные вас не интересуют? Только этот? Это всегда печально.